Продолжение следует... Неоднозначную игру... Которую... Которую сложно будет многим людям осилить на ПК. Из-за ее... В первую очередь поганого порта. Да? Ну вот эта игра создана на Unreal Engine 3. Как вы увидели в самом начале. Поэтому... Мы с вами... Мы с вами ее попробуем посмотреть. Попробуем посмотреть с надеждой, что она не будет вылетать. Ну как посмотреть? Мы ее пройдем полностью. И я, как обычно, в случае, когда у игры нет русской локализации... Буду стараться переводить прямо на ходу, синхронно, по субтитрам, то, что говорят персонажи. Все понятно? Все понятно. Это будет перевод не после прохождения. Это будет перевод во время прохождения. Поэтому, в зависимости от сложности текста... Я не знаю, как я буду переводить. Но! В общем-то... Стартуем. Будем играть на мышке. Потому что, как видите, можно играть на контроллере, а можно играть на мышке. И... Мне больше нечего сказать. Стартуем. А, надо было правой кнопкой мыши нажать, да? И что это было? Ууу! Install DLC. 35 костюмов. Сразу ачивка! Найс! Это мне понравилось. Настрой... Оу. Тут что-то, липки, липки, субтитры включены. Туториал включен. Все в порядке. Так, гейм. Ну вот, она, по-моему, затачилась под кинект. Я не знаю, или, я не знаю, с кинектом надо было играть в нее. Я вот сейчас даже без понятия, но... Не могу сказать. Но выходила она изначально на Xbox One, была там эксклюзивом. И так как, собственно говоря, эту игру плохо рекламировали. Microsoft даже не пыталась. Соответственно, она прошла незамеченной почти так же, как Daily Premonition. Но, естественно, людей, которые... ТРУ ГЕЙМЕРЫ! Да, не те, которые говорят, я геймер. Она, естественно, привлекла. Меня сразу с первым трейлером такой, вау. Норм. Жалко, Xbox One нету. Я уже не помню, что было в том трейлере. Но я пытался себе ничего не спорить, поэтому я ничего здесь не знаю. Ну и, собственно говоря, стартуем тогда. Оу, мышкой можно всегда водить. Ей, можно что-нибудь так. Бла-бла-бла, все, что здесь случилось, может, все это случайность и так далее. Ну, вы знаете, да, этот диалог. Это история, выдумка. Как будто вы не поняли, да, этого слова? Это история человека с очень странной судьбой. Эй, посмотри! Как будто я отрастила крылья. Та-ра-та-ра-та! Ой, простите. Я не смог удержаться, вот не смог. Вот, здесь постоянно будет курсор. Вот, вот это жопа. Я не знаю, куда его ставить. Можно делать так. Так, пролог, день, когда все началось. Я готов. Давай, 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 давай. Кто ты? Здравствуй. Как дела? Можно тебя трогать? А хочу тебя трогать. Эй, в глаз тебе. Нет, нет, ладно. Совы не то, чем кажется, ладно. Спасибо. Еще одна отсылка на Twin Peaks. Хера себе, тебя развернуло-то как, а? Ты еще бы 360 градусов. Вот так вот, провернуло бы. Сейчас было. Этот курсор реально не будет убираться во время катсцен. Вау. У меня FPS просел. До 30 сейчас. Это что такое? Дай взять. Это можно взять? Разработано Axis Games. Сколько лет? Белое озеро. Так. Нужно исследовать улики. Так, а что мне надо сделать-то? Ага, понятно. Замерзло. Схватите медаль с кредитами. Понятно. Тронуть знак. Ладушки. Схватите все кредитные медальки. Ага. Ну вот, скролл. Скролл мыши у меня не работает, но я боялся то, что придется играть на контроллере из-за этого. Ну, потому что у меня просто он сломан, скролл, да? Но можно при помощи ASD включать камеру, и это просто потрясающе. Так, что еще здесь есть? Грабай! Окей. Это такое потрясающее обучение. Оберните сазад и посмотрите человека, который стоит на берегу. Как? А, вот так? Понятно. Немка. Немка. Давайте запушим. Еще пушим. Там бутылка, по-моему, есть. Кто это? А, это папочка. Он смотрит на меня. What? Я не успел прочитать. Там что-то было написано, кажется, он чем-то расстроен, или еще что-то типа того. Окей. Че, зачем ты стоишь? Ты не думаешь, что это опасно? Подойдите ближе к... Саве. Тим-директор Исао Хироюши. А, вот сюда? Понятно. Ну, все видно сделано для Кинекта, серьезно. Стоять! Там, наверное, что-то было! Там, наверное, что-то было! Че это у нас тут? Пушим! Собираю кредиты, чтобы тратить позже. Не знаю, кредиты, деньги будем говорить, или кредиты все-таки. Не, кредиты, давайте будем говорить, что это кредиты. Это вряд ли это можно назвать деньгами. И че? А-а-а кредиты собрать? Смотри, смотри. Ща, ща, погодите. Вау. Отметки и рыболовные сети. Угу. Почему эти улики собираю? Ну, это понятно, что это обучение. Улики целые. Ну все, капец. Толкнуть сову! Так, подождите, 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 подождите. Вот это мне нужно. Толкнуть или грабнуть? Большая, красивая, большая, а-а-а, сова, чистая, белая. Написано. Я-я ее грабал, я-я ее не запушил, я ее грабнул. Он такой, what the fuck? What the fuck? А, нельзя ее грабать, можно только пушить. Давайте, пушим. Пушим, ну в смысле толкаем. Черт, я говорю, пушим, пушить. Да, ладно. Это уже сленг, знаете. Окей, красивая, милая, мягкая. Написано то, что подведите во время катсцены туда руку, и вы, ну, осмотрите лучше. Лохушка, ты просрала все. Надо было сразу ее брать, пуховик так, ну, это, и орать. Полиция, Майами! Савиная полиция, Майами. Так, что мне делать? ино. Мне надо. Да. Так, что я. Так, что вы. О, не надо. Какой ст Perfect. So, we're a quick hue. Apparently, you're in your head. О! Я не знаю, давайте что-нибудь делать. Это такой потрясающий пузырь, ни хера себе ты надул. Ты из бороды его потом затрахаешься отстирывать. Он похож на чувака из Hotline Miami. Окей. Ясно поня... Там какашки лежат. Чей туфля? Ходил и спрашивал, чей туфля? Вот, не надо спрашивать, чей туфля. Ребят, а то будет вот так вот. Окажетесь в какой-то засраной ванне с презервативом на губах. Я не уверен, что это на самом деле. О, окей. Вкус клубники. Написано, чтобы синхронизироваться нужно с персонажем. И вы поняли, что это. Я тебя в этот раз тоже не увидел. Он сказал. Маленькая Пегги. Маленькая Пегги? Не успел. Мой шрам, старый шрам. Меня зовут Дэвид Йонг. Бывший, видимо, рабочий боссовского полицейского департамента. Мне нравится текилу пить каждый день. Мне не нравятся наркотики и жевательная резинка. Два года назад кто-то убил мою жену. После этого я использовал каждый секунд моей жизни, чтобы узнать кто. Используя очень особую силу, занавес. Занавес это очень особая сила. Выбраться из ванной. Че здесь? О! Если можно смывать унитазы. Ага, вот оно че. Если взаимодействовать с объектами и людьми, стоит стамины. Человек, который послал мне, думал, что у меня будет чувство понять. Иногда, однако, эти чувства остаются немного в другой форме. Я называю эти забытые сокровища мементос. Мементос. Яркие красные туфли на высоком колуке на шпильке. Шпилька, которую носил библиотекарь в BPL Beer Hubs. Может быть, это подарок от любовника. Его имя на подошве Доминик Бин. Ночью она, эта библиотекаша, выманивала людей при помощи ее Уайлд, что? И продавала им наркотики. Может быть, посланник, тот, кто послал эту туфлю, был одной из ее жертв. В любом случае, она не была Ди. Понятно. Наверное. Characters. Little Peggy. Кто убил ее? Кто? А, его жену звали... Его жену звали Little Peggy. Маленькая Peggy. Мементос. Окей. Список еды. Окей. Ладно, проехали. Так, что еще есть? Ууу. Отлично. Стамина может быть восстановлена, поедая еду. Сломанная раковина. Окей. Она сломана с того самого дня. Все? И больше ничего нет, не? Надо все осматривать. Моя голова полна воспоминаний о моей жене. И пули, которая их украла. Что случилось с этим местом? В тот день. То есть, ему выстрелили в голову, и он потерял... Эм... И он потерял память. Нет? Ну, я правильно понял, да? Маленькая Пегги. Маленькая Пегги. В супермаркете, или в посередине интерсекции, что? В кровати, на гольфе, на кухне. Для кого-то целый город. Я не успеваю переводить одновременно воскресательный знак, там, трогать. С того момента, как она умерла, это мое место для того, чтобы работать. Понятно. То есть, он хочет найти убийцу своей жены. Понятно. А мне обязательно подстрелки? Нет результата в этом этаже. Ну, ладно. Так. Ванная. Бандажи. Убирать их сложно. Окей. Допустим, взял бандажи. Ну, в смысле... По сравнению с жизнью... Эээ... Медикаменты восстанавливают в жизни. Не бандажи, а... Эээ... Бинты. У меня нет времени для этого сейчас. Сначала мне нужно разобраться с этим делом. Я смогу попозже поспать. Пошел. Окей. Можно сохранить прогресс при помощи телефонов. Понятно. Телефон на стене и так далее. Так. Что еще есть? Место, чтобы подумать. Окей. Допустим. Что здесь написано? Фото маленькой Пегги в 2009-м снято. Улыбается. Эээ... Публичные сады. После этого что-то подрались? Ты слышала о жене Дэвида? Да. Они только поженились. Я слышал то, что это была месть от одного из... ...человека, который он расследовал. Дела. Как будто кто-то послал смертельное сообщение. Короче, если кто-то что-то не понял... Дэвид Йонг расследовал... ...какое-то... ...дело, и кто-то, видимо, из этих дел это все... ...ну, кто-то подумал, что это носил. Дела осознаны два года назад. Теперь это его единственная работа. ...искать Ди. Убранные подозреваемые. Тест на наркотики положительный. У меня нет воспоминаний об этом дне. Когда я пришел, я уже лежал без сознания. Видимо. Или где-то там. Единственное, что я помню... ...это слова, которые Лидл Пегги сказала, когда она умерла. ...ищи Ди. Кто такой Ди? Эти... ...слова крутятся в моей голове. Следы кого-то с третьей стороны никого? В то самое время? Со всеми уликами? Дело вело в тупик. И я ушел из полиции. Однако... ...под... ...тепер у меня есть возможность решить даже... ...дело, которое можно найти в тупик. Под определенными... ...что-то там... ...бла-бла-бла. Так. Под определенными обстоятельствами? Я сделаю все, что смогу, чтобы найти этого Ди. Я клянусь, я это сделаю. И когда я сделаю... ... ... ... ... ... Эм-анда? Там было описано, по-моему, Эй и Эм раздельно. Нет. Так, ну ладно мне... Наверное, это кошка там, или собака, или еще кто. ... ... Что, мать твою, за херня? Понятно, внизу показывается, что нужно делать. Понятно, что нужно делать! Нужно иногда переставлять. 50% Synchro R Famous! Ну вот, стой, я не понял, просто, что надо делать. Тот урон, который наносится в кат-сцене, чистотный старый день я вам дэй это манда а иногда она выходит и на без играть you для нас все обоих голоса я не выхожу наружу поэтому это помогает мне на выжить у меня нет воспоминаний о ней поэтому я даже не знаю кто она дэвид дэвид что нибудь что то не так помоги мне толстяк я немножко устал процент ну скажем я немножко устал тая я устал я хочу поспать поспать готов прям для гроба форест кейсен детектив из полиции персельской депутатой мой бывший партнер он до сих пор мне помогает чтобы найти он и клиент и источник информации он может достать то что мне нужно женщины это всегда проблема не важно насколько они старые всегда проблема снова сражался с деданой а ты как будто не поверишь женщины у человека у людей даже нет шансов у мужиков даже нет шансов но затем они говорят иди сюда потом оставь мне покоя потом оставь мне покой снова вообще есть ли в этом какой-то смысл скажи мне давид пожалуйста кафе свери 65 живи с этим подождите я хочу сказать только одно кейсы назвали еще был один кейсон и он был в этой приманишен если чё да но это вроде как не он покажи что такое настоящая битва не ваше у нас но марта хуя фай никогда не показывай слабость не важно с кем ты сражаешься дай мне отдохнуть я не горю ком-то тут расследовании он спирт из-за мая когда я когда-то зале мой гущеный гризли детей среди детективов теперь он маленький плюшевый мишка тэдди что это скажи мне дэвид слышал о новостях насчет этого несчастного случая с самолетом когда в него попала молния никто ни о чем другом больше не говорит сейчас наверное мы посмотрим сейчас на настоящее дело у меня хорошие вещи вот здесь в на этот раз окей не понял конкретно что-то надо делать с инхрейтом но я вроде как все сделал а не важно дэвид ёнг разберемся разберемся по ходу дела форест кейсон оливия джонс антонио рэббит забрала от него все прочитать филип ченни дэрик бун когда чё маленькая пэгги пэгги ёнг дэвид дэвид Субтитры сделал DimaTorzok